уважаемые товарищи здравствуйте всем хорошего дня сегодня у нас будет такой сказать семейный детский поход мы находимся на острове русский полуостров кандратенко смотрите на карте точку в которой мы находимся находимся вот сюда дальше дорога идет грунтовая мы сюда ходили есть видео на канале там находится мыс камень но мы не ходили вот сюда по этой дороге тоже хотим прогуляться в владивостоке 2 половина сентября уже такая попахивает осенью хотим прогуляться посмотреть что там туда ездили только на мотоцикле очень будет пылища наверно трансляцию придется прервать короче вот такой детской команды на сегодня будет поход на машине мы туда естественно не проедем вот он я оставайтесь на канале в общем-то поехали красотища красотища сухой чистый воздух это же это калина здесь вот за дороги давай если не будем найдем почище там дальше кусты будут вот такой друзья здесь живописный лес уже почти осенний скоро листва будет опадать здесь паутина с левой стороны просто отходим ее и все вот так листва скоро будет опадать будет желтая будет совсем все по-другому будет другая красота здесь где грибы какие грибочки такие тут от отвертых поганок симпатичных не таким есть не будем но пахнет слышишь такой запах гнилый немного как будто бы гремной до запах в общем друзья ну в конце этой грунтовой дороги здесь не будет моря буквально пониманием не сможем виде прям кладе но будут красивые виды мы увидим бухту боярин и всякие другие окрестности вот так вот в течение дороги буду потихонечку снимать и традиционно как я это всегда говорю я вас приглашаю сюда обязательно приходите берите свои семьи здесь отличный маршрут чтобы так вот просто пойти погулять а вот смотрите какой паучок вот он не знаю паутину видно или нет паука видно вау какой дуривющий да не принято ну что же продолжим наш путь продолжим еще один это мы идем мир пауков скоро она будут заглядываться здесь могут быть здоровые здоровые пауки могут пробегать не ну не с размером но размером с такую крупную собаку такие здоровые пауки могут быть а ты не боишься пауков нет конечно я тоже не боюсь их вот так вот видите мы идем и и снимаем себя детворе нравится вот так вот можно сделать ну ладно давайте бегите вперед только под ноги смотрите могут быть змеи тут пойдемки мог погода вообще сегодня шикарно да вот только чтоб шарится так вот по лесу о это знаете что друзья это 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 последствия нескончаемых попыток заехать вот по таким дорогам не подготовленным автомобилем в том числе легковым вот здесь еще более менее нормально можно как-то пролезть но вот такие всякие камни и так далее колья глубокая здесь шансов очень мало проехать в общем мы друзья дошли до такого места когда здесь вот видите то место откуда мы пришли и здесь какая-то развилка поворот налево и поворот направо ну чё как как вы думаете куда нужно пойти куда пойдем туда направо почему направо или налево пойдем сюда ну пошли направо здесь больше более накатана видите где это конечно калина ну-ка как вы думаете это калина или волчья ягода это калина во первых у нее листики вот такие вот на клен похоже во вторых у них косточка друзья виде сердечко кто не знает это полезная да вот ну пойдемте будем время от времени подкрепляться всякими лесными дарами блин я опять своей морда лица своего снял паутину как тихо не кричи надо вести себя порядочно мило нас смотрит 30 тысяч на аудитории понимаешь это серьезно между прочим ну дорога это не дальние скоро мы уже почти придем вот напомню всем что мы туда ездили с милкой на мотоцикле сухую погоду здесь было сухо единство нужно смотреть вот такие вот выступающие камни не проморгать и они могут быть даже вот в этой вот зеленой полосе вроде бы по ней шпаришь кажется вот сухо и хорошо и можно налететь на камень здесь естественно весь шикарная природа смотрите береза вот здесь вот есть встретилась да ну класс вообще для мотоцикла здесь просто одно наслаждение кататься видите дорога сухая ровная жаль только она ну она по мотоциклетным меркам конечно же коротковатая вы не успеете там как следует отдохнуть вот было бы на километров 30 длину она здесь совсем совсем не недолго по ней ехать мама и женя остались дома еще чуть-чуть поднимемся и уже будет видно акваторию да а нам друзья получается я вам покажу нам нужно идти вон туда вон вон туда на самый верх там находится мачта и на ней находятся две антенны вот это так называемый пассивный переприем когда сигнал радиоролейная одна антенна принимает и без всякого усиления передает по жесткому или гибкому волноводу напрямую следующую антенну таким образом можно с очень большим колоссальным колоссальные потери энергии электромагнитной но часть полезную передавать через на рельеф который в этим в этом диапазоне например 7 13 15 гигагерц просто не преодолим естественно такая конструкция без электропитания позволяет это сделать ну естественно чем больше антенны тем шансов у вас больше обеспечить огибание рельефа вот такой конструкции ну когда будем уже непосредственно там наверху я вам покажу как это выглядит друзья пока сюда шли смотрите здесь мы нашли педе фазана здесь кто-то конкретно им пообедал похоже куча здесь прям такая вилка бросите педе ну продолжаем дальше наш маршрут еще совсем чуть-чуть я вам покажу какой открывается сверху пейзаж друзья вот первое наше серьезное препятствие друзья полу высохшая лужа она была такая полная что мы здесь прошу нас ведь мотоцикл не потопили давайте здесь пройдем скорее так осторожно осторожно нам никак нельзя упасть в воду все с этим препятствием мы справились вот здесь можно вам уже показать чуть-чуть природу смотрите видите видно уже частично отсюда вот так вот камеру поднять еще лучше видно ну пойдемте дальше нам надо дойти до самого верха все-таки пойдемте очередное препятствие ой посмотри какие чудесные ромашки стимуха посмотри да что-то на как это здесь облезла и такая значит да это не калина да это не калина пойдем дальше а здесь надо обходить с левой стороны скорее всего следующий серьезно или с правой смотрите с правой тоже можно у тропинка есть вот здесь по моему мы чуть не потонули даст чтобы мелко вот здесь было много воды давайте по левой стороне обойдем что-то устал нет ну вот мы почти пришли здесь триангуляционный знак стоит на доминирующей высоте вот его сама конструкция друзья ну естественно отсюда открывается шикарный вид на опасное сооружение не лазим нет там ты упадешь оттуда в общем-то смотрите какой здесь вид открывается шикарно извините за звук если будет трещать все у меня в камеру вот я еще вот на эту вот площадочку поднимусь аккуратно вам покажу но так вот пока предварительно стоя отсюда могу сказать что там дальше два штуки стоит остров клыкова на умова здесь лаврова энгельма вот там дальше давайте я вам покажу вот этот вот выступ в море это мыс иванцова вот за ним бухта она кажется отсюда песчаный но на самом деле она там такая крупный камень мы туда в самый конец вдоль скалы уходили аж до 2 бухты вот сейчас вам далеке видно катер там садился даже вертолет вот мы туда ходили порядка на на десяти раз в этом году купаться там наверху стоит наверху видна гора главное мы там были на мотоцикле проводили сеанс связи с радиолюбителями а вон там еще дальше далеке стоит эта гора русская а вот там конечно же мы тоже бывали ну и вот сейчас побываем здесь вот я вам показывают как раз таки вот эту систему состоящий из двух антенн параболических обычных параболических антенн одно зеркальных соединенных собой по моему это гибкий волновод или как сианы похоже больше на гибкий волновод вот это система пассивного переприема друзья на вышку поглазели и решили спуститься вниз к воде по навигатору примерно 600 метров еще именно к этой части побережья мы не ходили решили прогуляться сейчас посмотрим если там тропа будет плохая совсем что дети не смогут идти но развернемся здесь будем костер жить обедать а так решили прогуляться вот сюда в принципе вот по такой тропинке идти вполне можно вот эти кстати бугры кольца их видно на спутниковом снимке в эти бугры сейчас посмотрим насколько там все сложно для нас опытных лесников вот видите сюда пошла 1 по кругу и сюда пробирайтесь сюда опытные лесники какая красивая травка здесь смотрите вот тропа идет пока что ее хорошо заметно натоптанная тропа вот этот остров попова видите дальше прям по кадру по курсу вернее тетя марина идет и фотографирует виды постоянно звук наверно будет из-за ветра таким шумящим но у нас сегодня просто экшн-камера без микрофона друзья мы идем по этому маршруту сегодня до этого здесь я не ездил не ходил именно вот по вот этой части то есть мы сегодня первопроходцы так сказать здесь постепенно тропа переходит в такую лесополосу небольшую детвора идет сзади вот один детворенок вечно теряет свою маму пойдемте сюда смотрим под ноги идем и сейчас мы будем заходить в лесную чащу смотрите дети лесная чаща начинается но здесь кстати говоря весело будет назад эти то есть мы сейчас получается постоянно спускаемся вниз потом нам придется подниматься вверх вон мужика как мачты отдалились прилично но получается мы померили до мачты мы шли 900 там сюда 80 метров от мачты вниз 600 но в два раза меньше хотя до мачты мы шли совсем ничего если тропа не сейчас но будет визуально видно то мы сходим просто посмотрим новые для себя места то сказать вот только что сюда прошла пара мужчина женщиной где-то наверное лет по 45 наверно примерно я сказал вот но полез уйти прикольно высокой травы нету тропинка легко читаемая молодежь идет у нас с собой естественно припасы орехи мы взяли с собой воду питьевую ну все полностью все как обычно в общем то вот сейчас наверно лесополоса закончится и начнется опять открытый участок а вот будет интересно он вертолет идти тут и низко смотрите как вообще низко летит ну честно говоря не сказали тропа теряется но я вот мы идем я не вижу чтоб еще до прекращалась терялась нужно будет обязательно на обратном пути потом попробовать выйти в эфир провести сеанс связи радиолюбительской и можно смотри бабочка смотри видишь бабочка смотри конечно ну что у нас и нас мы все сборе сколько нас было назвала пятеро еще никто не потерялся пока что продолжаем идти дальше друзья смотрите опять начинается лесополоса но тропинка не кончается короче будем идти пока тропинка будет визуально читаться до марина юрьевна а здесь запах такой откровенный тухлятин и такое ощущение что здесь где то есть гриб а ну-ка дайте к и может опусти меня и посмотри сюда посаду посмотри откровенной пахнет сухлятиной такое ощущение что здесь грибы есть ай блин пауки да не похоже как с грибами знаешь запах где пахнет сильно что там может быть это вот они есть нет нет это не то да и ладно пусть растут вот смотрите какой обалденный смотрите какой огромный смотрите вот это что за гриб друзья кто знаток знаток грибов сейчас я здесь снимаю смотрите он у меня размером с ладони огромный это что грудь какой-то или что это я вот так вот краешек отломлю ну-ка пахнет вкусно пахнет съедобно да это вот эти вот этот нет это съедобный скрещу грибы просто они уже старые здесь вот и здесь целое семейство похоже не будем есть грибы может быть поедим грибов немного правильно грибы есть который не знаешь нельзя так вот мы потихонечку идем а обратите внимание какая тут низкая трава здесь нет высокой травы судя по карте мы прошли уже метров 300 300 да но тропа выходит не туда не туда куда я предполагал по спутниковым снимкам а на какие-то скалы выводят ну посмотрим по скалам прям мы лезть не будем конечно же ну что вам нравится поход еще пойдем чуток груза а так надо громко 34 конечно же мы пойдем заметили что здесь тропа такая тропа натоптанная смотрите и ли этот трава невысокая все раздваивается идем не направо натоптанная сильнее тропа смотрите дети как далеко мы отошли уже от этой мачты видите столб этот металлический ему как дела у тебя нормально пойдемте ну тропа щит тропа пока хорошо и читается пойдем типа не идти дальше может быть там что-то будет интересное а шо за вот эти что ли синие это колокольчики называется где какой-то лук это наверно этот это лук лук который едят да ты чё серьезно вот это вот можно есть как это вот от него вот это вот это вот этот рифа внюхая рука пахнет да нет вот я в руках помял что-то не пахнет луком давай только не будем есть этот рассол это не какой-нибудь клевер нет смотрите друзья какой шикарный пейзаж открывается здесь просто шикардос снова открытая часть местности здесь такая была проплешина и кстати хорошо видно со спутниковых снимков она закончилась и начинается опять кусочек маленькие узкие лесополосы мы прошли уже где-то 2 3 ну где-то наверно 400 с лишним метров я предполагаю что сейчас вот за вот этим лесом уже откроется какой-то обрыв или скала что-то такое будет видно уже море наверно но всю дорогу идем вниз знаете как с горы спускаемся думаю что назад нормально мы так взбодримся когда будем подниматься наверх что там я не боюсь же пауков а мы тоже не боимся пауков дамил но если они размером собаку то таких боимся таких здоровьющих это многородный тема тебе тянет ну ничего тетя марина пойдемте скорее уже дети хотят что-нибудь подкрепить соседнебудь ну и хорошо но мы не будем есть ее и муха возьми меня сзади за куртку давай вот эту за куртку возьми меня вот здесь у нас с собой есть компас электронный который в смартфоне милка у тебя шнурок развязаны ну завяжи вот сейчас давай давай не линии завязаны а вот здесь вот реально смотрите разжечь маленький костерок разогреть пищу тут палочки есть давайте запомним что вот здесь на обратном пути можно это не машина это катер идет мило тенек есть такой еще к тому же в лесу не не открытая местность только склон кто там лененок кто там нужны у него же не черные перья уже видно море совсем близко бабочка тимоша смотрите бабочка то есть тропа натоптанная хорошо смотрите друзья и почти у самой воды на это вода вот тропа верни я к своему суду не знаю что такое барбарис такие красные ягоды такие ну возьмись за гугли посмотрю тебя связь есть вот за гугли как выглядит барбарис похоже на грозди на такие в общем мы посмотрели похоже это барбарис реально ягоды кисловатые уже совсем близко вода пойдемте к воде дойдем ты не устал молодец здесь такая растительность кустарник такой мелкий немного как будто бы знаете изуродованы это вот обычно такая растительность на береговой линии где ветра сильные дуют и так далее а это калина да вот калина смотрите друзья это моя любимая ягода блядить пауки здесь здесь она еще не дозрела немножко и моша будешь я этом я тоже хочу я хочу я не офигенский марина дальше дальше будьте осторожны мы сюда и тетерпо не ходили еще и по сути по слышишь марин и судя по карте здесь обрыв осторожно очень пойдемте все там калина еще надо обрыв так ну-ка сейчас вот здесь вот я хочу посмотреть дети меня ждут посмотрите там внизу там вода такая шикарная прозрачная народ он отдыхает он видно на катере на катерах вот друзья вот это настоящий отдых это когда вы это когда вы отдыхаете и когда нет людей большого количества как на шамаре вы здесь одни полностью чистая вода камни и же морские звезды можно занырнуть течение тут как бы нету такое закрытое место просто шикарно здесь отдыхать кстати говоря вот он я тут это пауки по мне лазит уже ну давайте посмотрим куда выходит тропинка на все-таки интересно вот не зря мы сюда пошли новое место для нас будет давайте дальше посмотрим что там у нас есть теперь а это у тебя калина что-то зеленая только нарвала давай ты посмотри эти мото подержу мило близко к обрыву только не подходи ну на этот пляж можно конечно спуститься но не нашим сегодняшним составом где-то здесь я читал или видел где стали какая-то веревка была то ли что здесь очень тяжело спускаться я не знаю как здесь забраться ну взрослый человек наверно заберется сюда но мы пробовать не будем пойдем милка сюда пошли мил хоть уже и сентябрь друзья заканчивается у нас но еще днем тепло достаточно вот мы сейчас идем в одних кофтах если конечно сейчас где-то наверху стать на верхотуре в одной майке ну конечно дует но еще вот эти последние деньки можно покупаться смотрите катера идут как прикольно андреевский флаг там путешественники класс шикардос просто шикардос так милка подержите мафия за руку очень опасно отходите назад марина я сниму видео так очень красивая здесь друзья очень красиво смотрите такое место прямо закрытая просто какая-то фантастика яхта там дальше вот ну конечно же друзья именно здесь здесь очень опасно в плане того что обязательно следите чтобы не упасть стоит сейчас туда шагнуть чуть-чуть не дальше я полечу по этому склону туда до самого низа сейчас мы детей здесь оставим со взрослым человеком с тетей мариной они туда не пойдут конечно же а я посмотрю что здесь есть что здесь видно посмотрю вниз туда да здесь конечно так непривычно даже мне страшновато да вот так вот человеку который в принципе более-менее так вот везде лазить там смотрите получается камни там обрыв такой и там можно нырять я думаю с маской шикарные виды там под не под водой наверно ну класс просто фантастика конечно вверх подниматься не так страшно когда не с привычки смотришь вниз конечно страшновато здесь ну так вот за кусты держишься руками идешь в принципе нормально вот сюда так просто не спустишься естественно сюда можно спуститься только вот так вот вокруг пройдя вдоль береговой линии ну либо на лодке заходить в бухте иванцова конечно же можно было зайти ногами это же такой же был эффект тоже без людей не как места очень красивые все-таки любопытство у нас возобладала друзья и тебе можно будет и мы решили сюда спуститься потому что ну сюда же ходишь не часто мило когда будешь идти левой стороны придерживайся а виды здесь очень шикарная так всего идем проходим прямо мило вот и вот смотрите по этой горке сейчас нужно будет спуститься мелко смотрим сюда вдоль скалы спуститься и мы окажемся здесь вот на вот это вот живописной местности надо мило спускаться боком они как ты идешь местность просто офигительная да просто офигительная а а вон марин смотри дальше а прям по кадру гора главная видишь где мы с тобой были вот подняться на мотоцикле да можно пройтись пока мило спускается давайте пройдемся по скале вот здесь видишь какие скалы тут вот смотрите как красиво здесь водичка прозрачная милка смелка слезла пойдемте где мило слезем также доль столы пойдемте 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 они приехали на катере сюда пойдемте где мило спустимся нам дети у них похоже есть касса надо вот так вот боком на такой поверхности камни очень шершавые сцепление очень хорошая с подошвы если делать все осторожно никто не упадет ну тут немного есть митра ребят это мусор не которые принесли туристы а это его на не слово водой вот такая здесь нет написано ночью круто и вот кто-то смотрите умудряется кто-то умудряется подниматься вот здесь и можно здесь подняться можно кстати будет подняться вот здесь ну здесь тоже надо быть осторожным предельно смотрите а тут свалка ботинок кто-то видимо их собиралась сюда складывал зачем так сделали нанесу вас морем по-любому ну в общем друзья вот такое сегодня у нас повествование у нас сегодня в планах еще выход в эфир на любительских частотах не знаю хватит нас сил что подниматься в гору почти 600 с лишним метров с рюкзаком и с детьми но будем надеяться сейчас перекусим и немножко искупнемся таскать последние деньки сентября надо потратить их милка самая смелая у нас смотрите друзья какая вода милка смотри она не мертвая она живая что это камни молодец короче смотрите друзья водичка прозрачная просто шикардос и она еще не холодная еще терпимо градусов наверно здесь 17 я думаю еще можно вполне скупаться но я босиком от ваш у нас у меня нету надо смотреть чтобы наступить на езжа 24 сентября сегодня друзья я все время говорю про дату и не называю 24 число но детворе я думаю детвору если в октябре буду завести они тоже будут прыгать с удовольствием ладно солнце потихонечку уходит за горизонт вот поэтому надо не терять время искупаться до вытираться последние деньки сентября а там водоросли есть ежиков не ежиков пока не вижу а водоросли пап водоросли есть то есть водоросли я его борца дать я подойду ладно хорошо вода в том месте покупаемся давай что будешь то в том месте покупаемся вода еще вода еще нормально плане искупаться разочек вполне друзья подписаться на канал ставим лайки кому интересно пишем комментарии сегодня у детей день удался так сказать в воде поплескались по лесу пошарились погуляли и костер конечно же у нас обязательно есть костер вот он вот а моя я аккуратно я не хочу Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok